Помните это место, что когда вышел сеятель, то он сеет семя, но в принципе он сеет слово. И вот он говорит следующее, что в следующем стихе, что первое семя, оно упало при дороге. И что оно означает? Она означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат это слово, тотчас приходит сатана и похищает слово. Обратите внимание, где? Откуда он его похищает? Видите? Он похищает слово, посеянное в сердцах. Не то что здесь. И он тотчас приходит. Это первая. Это первая почва. Второе, вот это нас интересует. Вот это наша тема сегодня. Почему я тот стих взял? Потому что, видите, это как бы не начало мысли. Подобным образом, подобным образом, нечто подобное происходит и на второй почве. Почва это сердце. Посеянное на каменистом... Каменистое место нас интересует. Каменистая почва, каменистое сердце. Означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Еще есть? Есть следующий стих? Может быть, я больше не дал, да? Окей. Не, не надо, я прочитаю. Мы помним это место. Сегодня у нас бег с препятствиями. Окей. Но не имеет в себе корня и непостоянный. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Итак, пусть это будет. Значит, когда они услышат слово... Ключевое слово здесь какое для меня? Где она? Которое слышит слово тотчас. Смотрите. Когда услышат слово, каменистая, что такое? Это люди, когда услышат слово, они довольны. Они довольны. Они его принимают сразу. Они его принимают тотчас. Но 17 стих, почему-то я его забыл включить, они... Но они не имеют в себе корня. Кстати, самый главный стих, я его забыл включить. Они не имеют в себе корня. и непостоянный. Наша тема, наша сегодняшняя, почему человек непостоянен? Почему он непостоянен? Он не имеет в себе корня и непостоянный. Что происходит? Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. То есть этот человек, я его называю шустрый человек, он тотчас принимает и тотчас он оставляет. Он какой-то поверхностный. Понимаете? Он поверхностный какой-то. Он легкомысленный. Он легко принимает. Христос сказал, что когда вы услышите, то нужно что? Нужно взять и посчитать издержки. Помните, когда ты начинаешь строить крепость или башню? Когда идет на тебя какая-то армия, у тебя 10 тысяч, а у него там 20, ты смотри, ты сможешь, ты прикинь, сможешь вообще в эту войну вступать? Есть смысл тебе или нет? Ты сядь и посчитай издержки, подумай. Когда тебе слышится, когда ты принимаешь слово, когда тебе Господь, ты подумай. Ты вообще, ты можешь за Богом следовать сейчас? Ты вообще можешь это? Ты можешь заключить завет? Например, когда мужчины и женщины хотят пожениться, хотят заключить между собой, они думают. И по крайней мере, пастор, нормальный пастор, он хочет, чтобы они думали какое-то время. Он не хочет их венчать на следующей неделе. Он хочет, чтобы они приняли трезвое, такое, мочуе, decision. Но не тотчас. Я ее увидел, и тотчас вступил в завет. Тотчас женился. А потом тотчас развелся. Мы так не ведемся, потому что это серьезно. Ну, хорошо, а это что, не серьезно? Ты же вступаешь в завет с Богом, и поэтому, когда ты вступаешь в завет с Богом, тебе нужно сесть и посчитать издержки, потому что ты вступаешь в завет с Богом. И Бог будет от тебя ожидать чего-то. Мы хотим от Бога, мы ожидаем от Бога исцеления, мы ожидаем чего-то от Бога, и мы говорим, Господь, дай. Ну, Он тоже от нас чего-то ожидает, поэтому это не делается тотчас. Но каменистая почва, она представляет собой человека, который тотчас принимает. И когда мы видим, когда мы кому-то свидетельствуем или говорим о Боге, и когда человек тотчас принял, мы рады, когда человек принимает. Это же big deal, это же радость. Вот. Ну, вот мы радуемся день, два, потом в жизни бывают всякие какие-то моменты, в жизни бывают всякие обстоятельства, и мы видим, что радость-то наша, она была кратковременной, потому что Слово, которое он принял, он не живет этим словом, он не поступает по слову, он вообще оставил это слово. Ну, что-то жизнь как-то его немножко так прижала, и он это все, причем он тотчас это забыл, тотчас оставил. Он непостоянен. Окей? Почему человек непостоянен? 17 стих, его здесь у нас нет, жалко на экране. Смотрите, но не имеет в себе корня. Окей? И непостоянен. Итак, почему человек непостоянен? Потому что человек не имеет в себе корня. Если речь идет о растении, то в чем, в принципе, сила этого растения? Сила растения это в корне. Если корень если корень слабый, если корень слабый, то ветер, приходит ветер, и что и этот растение он уносит. Когда я говорю о ветре, я не говорю о ветре, я говорю о чем? О ветроучении. Понимаете? Ветроучении. Приходит, вот человек, он поверил. Понимаете? Когда ты поверил во что-то, я говорю не во что-то, а в Писании, когда ты принял слово, теперь тебе это слово, в которое ты поверил, теперь в это слово тебе нужно пустить корень, или дать, чтобы это слово в тебе пустило корень. Должно быть какое-то укоренение в то, что ты поверил, что наблюдается сегодня у верующих людей, они поверили, и все, и на этом они это самое. Потом, они говорят, начинают ждать плодов сразу. Так не бывает в жизни. Когда ты бросаешь в землю семя, ты не ожидаешь сразу плодов на завтра или даже через неделю. Семя должно что? Во-первых, оно должно что? Оно должно умереть, семя. И оно, когда умирает, оно что? Оно пускает корень. И потом, когда оно, оно в принципе растет в землю, процесс невидимый, но он самый главный. И оно пускает, и потом корень получает какие-то из почвы какие-то силы, соки, влагу и так далее, потом что-то появляется. Но это не появляется сразу. В природе это не появляется сразу никогда. Очень важно, чтобы это семя умерло. Почему? Очень важно, чтобы человек, который поверил в слово, чтобы он сам умер или, по крайней мере, начал процесс умирания. Знаете почему? Потому что, если человек не умрет, все плоды, которые будут появляться, это будут чьи плоды? Это будут его плоды, это не плоды Святого Духа. Поэтому Авраам ждал, пока тело Авраама, оно омертвеет, и тело Сары омертвеет. А пока оно не было омертвелое, то кто родился? Сын обетования? Нет, родился сын плоти, родился Измаил. А Исаак не родился. Исаак родился от омертвевшего. Не человеческое это, потому что человек мертв. Окей? То же самое в твоей жизни должно быть так. Пока Авраам жив, я имею в виду, ну понимаете, о чем я говорю, будет постоянный Измаилы. Один за другим. Один за другим. Вся Европа будет в них. А Израиль маленький, видите, а видите, сколько их? Поэтому вот такое соотношение духовного и плотского. Поэтому очень важно, чтобы семя умер, попавшее в землю, оно должно умереть. Когда оно умирает, оно не исчезает полностью. Оно пускает корень. Корень. Невидимый процесс. Невидимый процесс. Но нет ничего невидимого, скрытого, тайного, что? О! Окей. Не будет такого. То, что тайна сегодня, оно никогда не останется тайной навсегда. Оно непременно появится. Даже если ты зальешь это асфальтом, даже если ты зальешь бетоном, ты пытаешься закрыть это, закрыть, заглушить. Если там есть жизнь, а мы говорим о жизни Божией, то оно найдет way out, как говорится. Оно непременно станет явным. Самое главное, чтобы это было нечеловеческое. Вот это самое главное. чтобы это не было человеческое, человек должен умереть или, по крайней мере, умирать. И мы этим занимаемся. Мы должны, по крайней мере, этим заниматься. Окей. И вот вот это вот непостоянство, вот это вот непостоянство, оно есть ничто иное, как результат отсутствия корня, отсутствия укорененности, отсутствия какой-то глубины. Все на уровне тотчас. Быстрые решения ты принимаешь в отношении легких каких-то событий. Легкие какие-то, там, что-то пошел, купил, не купил. Такие незначительные какие-то решения. Это быстро. Но серьезные решения покупка дом, покупка, ну, какие-то большие, переехать в другую страну, даже в другой город, меняешь работу. Ты не принимаешь их тотчас. You take your time. And that's the way you should be. Это каменистый человек. Человек говорит, ну, вот у меня такой характер. Ну, я такой быстрый, я такой характер. Мы ссылаемся на свой характер. Пару слов в отношении характера. В притче, у нас есть место в притче, Вика, по-моему, посмотрите. У терпеливого человека много разума. А раздражительный человек, это оказывается результат глупостей. Мы все в какой-то степени страдаем раздражительностью. Ну, когда попадаешь в какой-нибудь тяжелый трафик, то раздражительность выявляется. Так или иначе. Ну, может быть, здесь речь идет о какой-то, как раздражительность, когда является частью твоего характера, ты, в принципе, раздражительный человек. Period. То это, это есть не что иное, как это выказывание, это выявление, это проявление глупости. Я уже говорил вам по глупости несколько раз, что глупость, это не есть отсутствие интеллекта, ты можешь быть страшно интеллектуальный, образованный, дипломированный, и так далее, и так далее. Это не есть глупость. Глупость, это когда библейская глупость, это человек глупый, когда он не строит жизнь свою на Боге. He doesn't consider God in his life. Он не содержит Бога в разуме. Он не принимает его во внимание при принятии решений. Он не в центре. Бог у него не в центре, его жизнь не на Боге. Этот человек глупый. Он глупый. И поэтому эта глупость проявляется во многих факторах. И один из факторов, который проявляется, она проявляется в раздражительности, в которой есть черта характера. Вы понимаете, у меня вот характер такой. Я не виноват. У меня это нет, ты виноват. Характер это результат духовных вещей. Потому что вот эта глупость, это не отсутствие институтского диплома, а это отсутствие Бога в твоей жизни. Это духовная глупость. Глупость это духовная проблема. И эта духовная проблема проявляется в характере. Понимаете? Это я для примера привел. Непостоянно. Вот он такой человек непостоянный, у него такой характер. Ну что, он не виноват. Нет, он виноват. Он виноват. Потому что Бог не делает скидку там в этом, у Марка в 4 главе. Он не делает скидку на характер. Что значит характер? У тебя непостоянный характер? Ну, Бог делает скидку. Нет, он не делает скидку. У тебя непостоянный характер, потому что из-за какой-то духовных каких-то вещей. А именно, ты не принял слово и не укоренился в нем. Ты его принял, но ты его принял this deep оно сидит тебе. This much. Поэтому характер, он имеет объяснение. Твой характер и мой характер, он имеет объяснение. И это объяснение духовное. Если ты хочешь поменять свой... Я не человек, характер нельзя поменять. Нет, можно поменять и нужно поменять. Но причина духовная. И этим нужно заниматься. Так, давайте вернемся к Марку, четвертой главе. Сейчас век очень быстрый, и мы живем в быстром веке. И я уже немножко говорил на эту тему. Сейчас все быстро. Если человек заболел, то нужно на завтра выздороветь. и если человек уверовал сегодня, значит, завтра от него уже ожидаются плоды. Завтра от него ожидается перемена в характере. Вы помните, сколько лет Бог менял Иакова характер? А сколько Бог лет менял Моисея характер? Моисей же был такой, там кто-то что-то не так сказал, он взял его и убил. И все. Потом вряд убежал. Сорок лет он ходил в пустыне, понимаете? Сорок лет. И потом Моисей превратился по его же словам в кого? В самого кроткого человека. Вы не думали на эту тему? Где это написано? Это, по-моему, книги чисел написано. Но это в Торе, в пятикнижье написано. Кто написал пятикнижье? Моисей? Вот человек может сам о себе сказать, что я самый кроткий человек в мире? Вы возьмете на себя такую смелость? Ну, ты скажешь, я вот скромный, ну, ты скажешь, ты от скромности не умрешь. А он взял на себя такую смелость написать в Торе о себе. Моисей же был кратчайший из всех людей написан. Значит, это не просто не скромность, это константация факта. Это он сам написал о себе. Мы не думали на эту тему? Бог взял его характер, того Моисея, который мог убить человека, а потом подумать. Он его провел через определенные какие-то вещи. И это не за неделю делается, и это не в молитвенных собраниях делается, а это делается в пустыне 40 лет. И он, в принципе, стал кротким человеком. В полном смысле этого слова. Кротким человеком. Теперь, когда он кроткий, really, really кроткий, теперь Господь может являть через него свою силу. Потому что Бог являет свою силу через кротких, через немощных, через уничиженных. Потому что не через сильного. Не через сильного. Потому что сильно скажет, что это я сам сделал. Характер. Что я хочу сказать? О чем я говорю? Я говорю о том, что характер, в частности, непостоянство наша тема сегодня, это имеет духовную причину. Корень это самая главная вещь и в растении, и в жизни верующего человека. Что характерно еще в отношении корня, что очень важно, где ты укоренился, в чем ты укоренился. Если ты укоренился, скажем, если ты пустил корень, среда, вот есть какая-то среда, и сюда я пустил свой корень. И корень что делает? Он берет сок этой среды, влагу этой среды, и несет ее через растение, появляется плод. То есть, например, моя среда, вот эта злость, ложь, если посадить, скажем, такая обстановка, почва, почва называется ложь, то корень, укорененный во лжи, на нем будет появляться что? Ну, ложь, да? Окей. Если ты укоренен в истине, то ты будет, корень будет брать истину и передавать ее всему растению и плоды истины. Поэтому очень важно где ты укоренился. И что Писание нам говорит по этой теме? Послание вот к Ефесянам в 3 главе вот сейчас нагниться у вас тут сказано следующее. А, ты не открываешь, ты уже открывал раму. А, вот, 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 не, ниже, 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 вот, третью главу. И еще, опусти. Окей. Плохо без Миши, а, Вик? Ой, плохо. Окей. Хорошо, вот тут хорошо. Молитва апостола. Преклоняй колени перед Богом. Окей. И что он молится? Чтобы Бог дал нам по богатству крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верую вселиться Иисусу Христа, Иисусу Христу в сердца в вас. Чтобы для чего? Чтобы мы укорененные, видите, и утвержденные. В чем? Какая среда? В любви. Ты должен быть укоренен в любви. Быть укорененным в Боге, в принципе, это быть укорененным в любви. Почему? Потому что Бог есть любовь. Мы должны быть укорененные и утвержденные в любви. И когда мы укоренены и утверждены в любви, тогда мы можем идти дальше. И что дальше будет? Ты можешь постигать, ты можешь идти дальше. Но сначала должно быть вот это. Что ты будешь постигать? Ты будешь постигать и широту, и долготу, и глубину, и высоту. И тогда ты сможешь уразуметь то, что невозможно уразуметь умом. Тогда ты сможешь уразуметь превосходящее разумение любовь Христовой. И для чего и тогда ты исполняешься полнотой Божией. Мы хотим идти, мы стремим, мы желаем этого, ревнуем поэтому без этого. Без этого ты не постоянен. Ты не утвержден. Ты не утвержден. Что значит утвержден? Господь, когда приводит тебя к себе, привел к тебе вере, потом Бог что делает? Уже время. Бог пытается тебя утвердить в том, во что ты уверовал. Чтоб ты был в этом утвержден. Чтоб ты был тверд в этом. Почему? Почему? Потому что придет некто, если нет корня, придет некто, какой-нибудь умник, лжеапостол, лжеучитель, лжепророк, и расскажет тебе, и убедит тебя, и переубедит тебя, и унесет тебя ветер лжеучения. Не унесет, унесет. Унесет. Еще как унесет. Посмотрите, что было с галатами. открой нам, пожалуйста, галаты. Что такое? Может, это вот? Ты просто палочку опускаете. Да, вот. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христову, так скоро переходите к иному благовествования. Что же вы, галаты, так быстренько? Так скоро, тотчас, шустрые тоже, галаты. Что же вы так? Вы приняли одно благовествование, и вы скоро переходите к другому. Почему галаты? Вам же принес галаты, апостол принес вот это вот учение. Почему вы так скоро, тотчас переходите? А в чем они, куда они перешли? Они поверили. Окей, хорошо, поверили. Правильно, приняли слово. тотчас. Но потом пришли некоторые деятели и сказали вам, ребята, кроме веры, вам нужно еще соблюдать закон. И что? И обрезаться нужно, иначе вы не спасетесь. А они что? Они могли противостать этому учению? Нет, они приняли это. И он говорит, вы же остались без Христа. Вы, оправдывающие себя законом, вы остались без Христа. Говорит, но если даже мы, и даже если ангелы там сказано, по-моему, что-то такое, и принесут вам другое Евангелие, это будет анафема, это будет это. Но чтобы так противостать, это же надо стоять, надо же стоять, надо же стоять на каком-то убеждении. А если нет этого корня, есть непостоянство. Это не просто непостоянство, это серьезное непостоянство. Это непостоянство может стоить человеку тем, что он останется без Иисуса Христа. А это что значит? Это вообще уже все. Вы остались без Христа. Это же не просто черта характера. Это отсутствие, отсутствие всякого присутствия. Адам и Ева первые люди. Господь их сотворил и сделал и дал им только одну заповедь в принципе. Не трогайте это дерево. Ну не трогайте его. Неужели это что-то очень суперсложное такое? И все. Занимайтесь, живите здесь, а все остальное делайте, что хотите. Только дерево это не трогайте плодов. Ну и пришел некто. Им действительно ли Бог вам сказал, что нельзя это дерево трогать плодов? И он сказал противоположное то, что сказал Бог. Ну и устояли они в этом? Не устояли. Но они же, когда им Господь сказал, они же приняли его слово, они же поверили, они же не трогали это. Они же не трогали, пока не пришел он и сказал that's ok. но Бог сказал, что это снароки. А я вам говорю, ничего, it's ok. Но и они не устояли. Почему? Непостоянство. Почему? Потому что то слово, которое они приняли от Бога, они не были в нем утверждены, они не были в нем укоренены. И пришло, пришел ветер, пришла ложь, и они, она унесла их. Понимаете? Нужно быть укорененным. Вот что значит не быть укорененным и не быть утвержденным. Итак, мысль какая? Если ты принял слово, а ты его допринял, теперь ты должен заниматься тем, Павел говорит, чтобы верой вселиться Иисусу, и теперь, чтобы вы укорененные, чтобы вы укоренились в то, что вы уверовали. И то слово, которое ты принял, оно должно в тебе пустить корень. Но оно не может пустить корень. Почему? Потому что почва какая? Каменистая. Когда каменистая почва, там нет места для корня. Нету корню, где расти. И человек непостоянен. Он тотчас, так скоро, они приняли, и потом скоро они переходят к другому благоествованию. И это наблюдается сегодня. Это наблюдается у нас с вами. Приходит какой-нибудь умник со своими супераргументами и все, и уносит. И я это вижу. И вы это видите. Когда человек укоренен, то есть, когда, смотрите, когда появляется Ефесяний, третья глава у нас была, когда человек, помните, растение мы говорили, когда растение пускает корень туда, то потом, через какое-то время, этот корень начинает, произрастает из корня, что-то появляется, явное становится, и потом появляются плоды. Окей? То же самое и здесь. Когда ты... Можно пониже туда? Я повторяю сейчас. когда ты укоренился и утвердился в... Конкретно... Как важно быть укорененным, точно так же важно конкретно, где ты и в чем ты утвердился. Окей? Тогда, тогда ты можешь постигнуть, что такое, и уразуметь, что такое Божьей любовь. Когда ты... То же самое, корень ушел в землю, и потом со временем появляется жизнь, появляются плоды. То же самое и здесь. Сначала вот это, а потом появляется, потом ты постигаешь, идешь дальше, идешь в ширину, в высоту и так далее. И потом ты... Происходит какой-то дальнейшее, какой-то экспириенс, дальнейшее понимание его любви, и потом ты, потом уже исполняешься, появляются какие-то плоды в твоей жизни. Но ни в коем случае без этого не получается. Смотрите, еще пример, Адам и Ева. Укорениться и утвердиться нужно в любви Божьей. Вы слышали такой сюжет, когда человек, например, согрешил, ну, каким-нибудь грехом таким, нелегким, так скажем. Ему говорят, тебе нужно прийти к Богу и покаяться. Он говорит, Господь уже меня не примет с тем, что я, после того, что я сделал. Уже все кончено со мной. Когда вы такое слышите, такое вы слышите, это о чем говорит? Это говорит о том, что он не познал, не уразумел любовь. Он не уразумел любовь. Когда Адам и Ева согрешили, они что сделали? Они пришли, сразу же стали искать Бога, чтобы сказать, Господь, мы согрешили, мы ищем Тебя, мы ищем Твое прощение, мы знаем, что Ты нас любишь. Они стали прятаться от Бога, они стали в Боге видеть, они не видели в Боге друга, они не видели в Боге, Бога, который любящего, прощающего, они не видели, они не познали Его такого, они стали убегать от Него. И сегодня я вижу, когда у человека какая-то проблема, он от Бога убегает, он считает, что к Богу должен приходить, когда он в шикарной форме, когда ты вообще бываешь в шикарной форме. Если у тебя что-то не получилось, если ты, как говорится, messed up, что-то серьезное, так вот именно нужно идти, сказать, Господь, помоги мне, прости меня. Давид вот был в этом плане, пример. Он приходил к Богу такой, какой, почему? Потому что он знал, что Господь, он уразумел, что Бог любит. Ничто, помните Римляне 8 глава, ничто нас не может отлучить от любви Божьей, которая нам во Христе Иисусе. В Римляне 8 глава, в конце там. Это значит что? Это значит, человек познал ее, значит, он укоренился в ней, в любви, он знает Бога любящего, он не боится его. Он не боится, почему? Потому что любовь, совершенную любовь, она что делает со страхом? Она удаляет всякий страх, изгоняет всякий страх. Вы боитесь последнего дня? Вы боитесь этой встречи с Ним? Ну, мы трепещем, мы благоговеннее, но нет уже этого страха животного. Почему? Потому что ты знаешь, что Бог тебя любит, и ты его любишь. И ты приходишь ему не на основании своей праведности, что ты такой хороший, а ты приходишь, потому что ты знаешь, что Он любит тебя. Он возлюбил тебя, когда ты еще был грешником. Когда ты еще был без Христа, Он уже любил тебя. Тем более, Он любит тебя сейчас, оправданного Его Сыном. Это нужно познать, потому что, может быть, в жизни будет такой период, когда ты усомнишься в Божьей любви, но тот, который в нее пустил корень, в нее пустил корень, он идет дальше, потом начинается расти, потом появляется... Происходят эти вещи, какая-то полнота происходит. Не надо от Него прятаться. Не надо Его бояться. Надо Его бояться, как Господа, как трепетать, потому что Он свят. Но не надо бояться Его настолько, чтобы убегать от Него. Это человек не познал. Сейчас он ведет к Богу, а потом на завтра он убегает от Него, как Адам. Это не то. Это не постоянство. Это все шустрое. Это все мелкое. Это все каменистое. Это все... Это не постоянство. У меня такой характер. Это не характер. Это духовная причина твоего характера. Вот сегодня я иду, завтра я не иду. Сегодня я так, а завтра я так. У меня такое... Настроение не имеет никакого значения, какое тебе настроение. Меня не интересует твое настроение. Твое настроение... Разбирайся сам со своим настроением. Ты на работу ходишь с любым настроением. Настроение это твое личное, это, в принципе, вообще никого не интересует. Его даже никто не должен видеть, твое настроение. Ну, может быть, кроме жены. Это ее крест. Но мы, нам это не надо, никому из нас не надо ничего настроения. И Бога тоже. Иеремия был в депрессии, потому что его не слушают. И никто меня не слушает. И я не сидел в собрании развратителей, и все, что я говорю, уже 50 лет, это все бесполезно. И он приходит к Богу со своим... He feels down, really down. Господь говорит, не обращает внимания, говорит, иди встань в ворота и говори слово мое. То есть он не смотрит на это. Занимайся тем, что я тебе повелел, делай то, что я тебе повелел. Настроение это потом. Делай, что я... У Ильи тоже было плохое настроение. Он хотел вообще, чтобы его Бог забрал. Он говорит, возьми вот это, иди в тот город, помажь мне того, делай то, что я тебе говорю. И по дороге, 40 дней ты будешь идти, по дороге у тебя изменится настроение. Это чисто душевное. И не надо на это внимание обращать. И еще самое страшное, не надо, чтобы оно диктовало тебе. Не надо, чтобы настроение руководило тобой. Это же... Это же вообще не годится ни в какие рамки для нас с вами. По дороге у тебя изменится настроение. Когда ты 40 дней будешь идти и 40 ночей, у тебя поменяется настроение. В принципе, укорениться в Боге, это укорениться в Его любви. И познать, и познать, что ничто не может Бога заставить тебя разлюбить. Но чтобы это знать, чтобы это познать, это прежде всего начинается с того, что ты должен пустить корень в любви. И утвердиться в этом. Укорененным нужно быть в каких вещах? В благодати, как галаты. В любви и в истине. Укоренение дает стабильность. Укоренение дает чувство security, sense of security. Укоренение дает стабильность. Почему люди нестабильны? Страхи, потому что они не укоренены. Вот я боюсь страшного экономика, терроризма. Люди живут в страхах. Страхи. Что со мной будет, что со мной завтра будет. Ну, есть какие-то тревоги, но они должны диктовать тобой. Потому что если они диктуют, то опять нет укоренения. Нет постоянства. Нет корня. Нет корня в Боге или в Божьем. Сегодня человек с Богом, завтра он почетным числом мирской, по нечетным числам он духовный. Почему? Почему? Потому что нужно быть еще укорененным в царстве. Например, Авраам, Исаак, Яков, Бог им дал обетование, они не получили ничего при жизни. И они жили в шатрах, они не жили в домах. Здесь Бог им ничего не дал. Хотя они были выдающиеся люди, Господь им ничего не дал. Но если у тебя есть любовь к этому миру, если у тебя есть притязание к этому миру, то ты не будешь постоянен в царстве. Понимаете? Это и есть этот камень. Итак, почему... Подошли к другому, последнему нашему, такой под теме. Почему у нас не получается пустить корень? Почему не получается корень человека пустить? Посмотрите на почву, который самый наш первый стих. Почему в этом месте нет места для корня? Чем место занято? Совершенно верно. Почва занята камнями. Там очень мало места для корня. И поэтому там и появляется корень. Он есть. Но он маленький. И когда приходит что-то... Ветер, учение, уносит растение это. Итак, у нас нет хорошего корня. Из-за чего? Из-за камней. А что есть камни? Ну вот я уже сказал, что есть камни. С камнями... Камень это такое... Понимаете? Есть в другом месте камень, это есть камень, мы стоим на камне. А есть камень, этот камень носит чисто отрицательную функцию. Если в Израиле, вы помните в каком-то там, я не помню, в книге царства, если они... Или у Иисуса Новина, по-моему, они забирали, отвоевали территорию и хотели сделать эту землю непригодную, забрасывали камнями, там уже ничего не будет, потому что ее невозможно очистить. Каждый брал по камню, там много людей, бросали, и все. Эта земля good for nothing. Там ничего нельзя посадить, потому что там нет места для корня. камень нужно очищать, эту почву нужно очищать от камней. Почва – это твое сердце, это мое сердце. Мы пели Господь о чистенном сердце. Почему я не могу постоянно жить в этом царстве? Почему я постоянно не хожу под Богом? Потому что один из камней – это моя любовь, к этому посоминайте жену Лота. Почему ты, жена, не могла? Потому что она не могла расстаться с этим. Это ее камень. У тебя есть какие-то камни, ты должен заниматься этим. Ты должен очищать свою почву. Никто ее не будет очищать из-за тебя. Бог не будет это делать. И их никто не знает, кроме тебя. Это камни. Какая-то insecurity. Если у человека был в жизни какой-то неудачный experience. Он стал какой он становится? Он становится insecure. Он себе никого не подпускает. Он и Богу не дает себя любить. Понимаете? Знаете, когда американцы проповедуют, вот когда они человека зовут, они говорят, ну мы так, мы даже не мыслим так. Он говорит, позволь Богу. Он тебя любит, но позволь Богу показать тебе его любовь к тебе. Американцы так говорят. Это очень правильно. Человек настолько обжегся в своей жизни чем-то или кем-то, что он никого себе не подпускает. Он не дает даже кому-то показать ему какую-то доброжелательность. И Богу не дает возможность показать ему его любовь. Потому что он хочет держать дистанцию со всеми и со всеми. Это камень. Нужно довериться, потому что, ну, человек это понятно, но Бог, он же, у него же другие качества. Он никогда не поранит, он никогда не обидит, он никогда не унизит. Ты можешь довериться ему, ты можешь раскрыться перед ним. Это камень. Это insecure. Укоренится в истине. Посмотрите, вот Евангелие от Яна, у нас восьмая глава, есть интересное место. что такое камень? Камень, это какая-то твердыня, это какая-то твердыня, с которой ты не хочешь расставаться по каким-то причинам. Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Окей. Он был человекоубийцей от начала. Это он с иудеями беседует, с фарисеями. Смотрите, он был человекоубийцей и от начала, и не устоял в истине. Он не устоял в истине. Вы знаете, о ком речь идет? О дьяволе идет речь. Это был ангел света, Люцифер. Тогда не было еще греха. Почему он не устоял в истине? Тогда была только истина. Тогда не было ничего, кроме истины. Потому что, если и появилось зло, то только от него. Все зло, которое есть в этой вселенной, это от него. А Бог его сотворил, и было только истина, и ничего, кроме истины. И он родился в истине. В смысле, он был сотворен в истине, но он в ней не устоял. Почему? Что дальше написано? Ибо нет в нем истины. Окей? Когда он говорит ложь, он говорит свое. Он отец лжи, но он автор лжи. Ну, посмотрите, я хочу, чтобы вы подумали над этим местом. Вот смотрите, вот есть Бог, и он сотворил. То, что он сотворил, мы не знаем. Но он сотворил ангелов, он сотворил его. Это был ангел, причем непростой ангел, он был какой-то там, занимал определенное положение. Я не понимаю, что там было. Там было, но он был особое какое-то творение. В пророках написано, что он был близок к совершенству. Да нет створения. Окей? Тогда не было зла, и не было греха, и не было лжи. Этого не было еще. Потому что он еще, от него вся ложь, и весь все зло пришло от него. Но он еще не был дьяволом, еще не был сатаной. Он был ангел света. И тогда была истина, и он жил в этой истине. И это была атмосфера истины. Почему же ты не устоял? Почему ты проявил непостоянство? Потому что ты в эту истину не пустил корень. Эта истина в него не вошла. Она была вокруг него, но она в него не вошла. Она не укоренилась в нем. Поэтому сказано, что дать Богу, чтобы Христу укорениться в тебе, а тебе в нем. Чтобы слово в тебе укорениться. Должно быть укоренение. И даже тут, даже тут проявилось какое-то, произошло какое-то изменение, произошло какое-то непостоянство. Что-то произошло. Очень важно. Поэтому, когда человек приходит к Богу, он приходит в истину, он приходит в обстановку истины. Он приходит в эту комнату, допустим. Вот есть зал, царство. Это здесь, что здесь царит? Здесь истина в Царстве Божьем. Есть истина. И что может быть? Может быть, что человек не устоит в этой комнате. Почему? Потому что он не дает этой истине войти в него. Он не устоит в присутствии Божьем. Он не устоит в Царстве. Потому что в нем ее нету, в человеке. Она здесь есть вокруг него, но в нем ее нет. И он не будет в этом обстановке находиться долго. Иоанн говорит, что они были среди нас, но что? Но они вышли от нас. Они не задержались, потому что они не наши. Они были в нас, но они вышли от нас. Это другие. Это в них этого не было. Оно не вошло. Поэтому, галаты, вы приняли слово, но оно не вошло в вас, и вы не устояли в нем. Почему? Потому что камень. Почему в тебе это не какой-то камень? Ну, мы знаем, что он возгордился там, венец творения, совершенство красоты и так далее, и так далее. Какая-то гордость, какой-то камень, я не знаю. Камень. Камень. Ну и какой смысл нашей темы сегодня? Найди в себе какие-то камни. Нет у меня камней. Есть. Есть. Ты не устоишь в истине, если ты не любишь ее. Видите, она не вошла в небо. Почему она в тебя не вошла? Потому что я не люблю это, я не хочу этого. Я. Я. Творец. Я есть истина. Бог говорит, я есть истина. Бог говорит, не трогай это дерево, не трогай этих плодов. Но ты веришь, ты услышал это слово, да, но ты впустил это слово в себя, ты дал укорениться. Ну, я впустил, но чуть-чуть. Потом пришел, и оно тотчас ушло. Почему? Потому что там есть что-то во мне. Мешает. Оно не пошло дальше. Я не знаю, что мешает. Ты должен разобраться, что мешает. Слово укоренится в тебе. Ты должен разобраться, что, почему в тебя эта истина, почему ее нет. Когда кругом истина, и нет ничего, почему она не вошла в тебя? Ибо нет в нем ее. Почему в ее тебе нет? Камень в себе лежит, который противоречит этой истине. Чуждый камень, чуждый истине. Что-то мешает ей. Отсюда нет постоянства. Отсюда нет корня. Итак, резюме. У нас нет постоянства. Если ты не видишь в себе постоянства, то это не надо списывать на характер. Если ты не видишь в себе постоянства, это результат отсутствия корня. А корня в тебе не растет и не развивается. Почему? Потому что в твоей почве, в твоем сердце есть камень. Один, два, три, я не знаю. Десять, я не знаю. С которым ты или я не хочешь расставаться. Не хочешь расставаться. Ты хочешь жить с этим камнем. И он не даст расти. Он не даст корню там быть. Без корня не будет постоянства. Окей? Продолжение следует... Продолжение следует...